Здравствуйте! История Оссирия Сассанит Оссирия 226. 650 год Ашристан в 226 году Оссирия была захвачена Сассанитской империей. Изгнав Римлян и Парфян, правители Сассанидов приступили к аннексии независимых государств Оссирии в середине-конце 3 века н.э., последними из которых был сам Оссур в конце 250-х, начале 260-х годов. Христианство продолжало распространяться, и многие из существующих сегодня этнически оссирийских церквей являются одними из старейших в мире. Например, Сирийская Православная Церковь якобы была основана самим Святым Петром в 67 году н.э. Тем не менее, несмотря на то, что оссирийцы были преимущественно христианами, меньшинство оссирийцев все еще придерживалось своей древней месопотамской религии вплоть до 10 или 11 веков н.э. Оссирийцы жили в провинции, известной как Ассуристан, и этот регион находился на границе Византийской и Сассанитской империй. В этот период земля была известна как Ашристан, соссанитско-персидское название, означающее земля оссирийцев, и стало местом рождения отдельной Церкви Востока, теперь разделенной на Оссирийскую Церковь Востока, Древнюю Церковь Востока. И Хальдейская Католическая Церковь, и Центр Сирийской Православной Церкви с процветающей сирийской, осирийской, христианской культурой, которая существует там и по сей день. Храмы все еще посвящались национальному богу Аширу, а также другим месопотамским богам, в его родном городе в Харане, и в других местах в течение 4-5 веков н.э., что указывает на то, что древняя дохристианская осирийская идентичность все еще существовала в некоторой степени. В течение Сасанитского периода большая часть того, что когда-то было Вавилония в Южной Месопотамии, была присоединена к Осирии, и фактически вся Месопотамия стала известна как Ашристан. Некоторые части Осирии, по-видимому, были полу-независимыми только во второй половине 4 века н.э., а царь по имени Синахиримн-2, по общему мнению, правил северными территориями в 370-х годах н.э. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Продолжение следует...